Единственная причина дефицита железа у женщин. Блин, ей-ка, как быстро победить икотом. Икота, икота, впереди на Федота, с Якова, с Федотом на Якова, с Якова на всякого. 5 лайфхаков, как победить икоту. Первый лайфхак – нужно вот так вот набрать воздух. Второй лайфхак – нужно пить водичку. Не прошло. Так же выглядит женщина, которая пытается понять у себя причину железодефицита. Поэтому в этом ролике я подробно расскажу, как поднять свое железо, найти самую причину и почему 90% женщин, извините, находятся в железодефиците. А, ты меня еще и напугать хочешь, да? Ну, я не испугался. Нужно было сказать там, не знаю, кассовый разрыв. Я обожаю тему железодефицита и тему женщин. Но, пожалуйста, напишите в комментариях, как избавиться от икоты. Доктор не может записывать ролики. Единственная причина железодефицита у женщин. Бедные женщины и их поиски железодефицита у себя. Может, меня кто-то вспоминает? Кто из вас меня вспоминает? Признавайтесь. Да, видимо, меня сейчас вспоминает очень много тысяч женщин. Женщины, прекратите, пожалуйста, восстановите себе уже дефицит железа. Я уже не могу, честно. Бедные женщины в поиске железодефицита. В ход идут уловки маркетологов и многих врачей. Ищем паразитов, хеликобактер, лечим желчаток, нормализовываем работу кишечника и других микроэлементов. Но настоящая причина железодефицита у женщин кроется в абсолютно другом. И эта причина настолько явная и есть у каждой девушки, что ее сложно не заметить. Но о ней будет в конце ролика. А сейчас я вам это докажу наглядно. Для этого я собрал в своей клинике 10 пар. 10 мужчин и 10 женщин. И они сдали кровь на ферритин, что оказалось в результате эксперимента. Все 10 женщин находятся в глубоком железодефиците, то есть я даже не могу слиться с этой икотой. Пожалуйста, напишите, какие способы икоты есть у вас. Интересный факт, что на фоне железодефицита развивается гипоксия мозга. А икота это один из симптомов гипоксии. То есть если вы часто икаете, нужно проверять свой железодефицит. И что мы увидели в результате эксперимента у 10 женщин глубокий железодефицит, то есть ферритин ниже 60. А у всех мужчин железо в норме. Причем каждая пара это семья, то есть они живут вместе. То есть если есть у жены хеликобактер, значит у мужа должен быть хеликобактер. Если есть нарушение питания у женщины, значит и у мужа должно быть нарушение питания. Если есть паразиты, то скорее всего они есть и у мужа. А если есть зрители, то и должны быть лайки под этим видео. Поэтому ставьте лайк, чтобы доктор перестал быстрее икать, а вы подняли себе уровень ферритина. Каждый лайк повышает уровень ферритина на 10 показателей. Мы же с вами одна семья. Так вот получается, что у мужчин с проблемами с желчоотоком, с ожирением, с паразитами, с хеликобактером пилори не бывает железодефицита, а у женщин с теми же самыми проблемами бывает железодефицит. И конечно же женщина ведется на то, что ей нужно почистить желчь, на то, что ей нужно восстановить желудок, убрать воспаление и так далее. Но причина кроется абсолютно в другом. И я думаю, вы уже догадались. Кто уже догадался о причине железодефицита, напишите ответ под этим видео. А можно это неправильно понять, неправильно оценить, есть у меня железодефицит или нет? На самом деле можно неправильно оценить железодефицит. Потому что, когда мы сдаем только, например, сыворочное железо, то оно постоянно меняется. Утром один показатель, вечером абсолютно другой. Поэтому сдавать просто сыворочное железо, это неэффективно. Оно постоянно меняется. Оно может быть сниженное, оно может быть повышенное, и это вообще ни о чем не говорит. Чтобы определить, есть ли у вас железодефицит, нужно сдавать ферритин. Ферритин это белок, который связывает большое количество запасов вашего железа, которые находятся в печени. И именно по уровню ферритина можно определить, есть истощение депо, то есть запасов вашего железа или нет. Уровень ферритина должен быть выше 60. И тут есть одна загвоздка. Если у вас есть воспалительный процесс, то ферритин может повышаться. Например, при вирусных, бактериальных инфекциях, заболеваниях желудка и так далее. И ферритин может быть ложно повышенным. И для этого мы сдаем всю панель железа. Это общий анализ крови, где мы смотрим на уровень гемоглобина и уровень MCV. Это ферритин, это трансферин, это ОЖСС и обязательно сыворочное железо. И вот тогда мы можем в общем оценить, есть ли у вас воспалительный процесс и правильно интерпретировать ваши анализы и, естественно, назначить грамотное лечение. Еще один важный компонент, который участвует в регуляции вашего железа, это трансферин. Например, у меня есть девушки, которые повысили себе уровень ферритина до 60, но испытывают те же самые дефициты, которые были у них до. То есть, выпадение волос, сухая кожа, ломкие ногти, постоянная слабость, плохой иммунитет, набирают лишний вес. Это из-за того, что у них мало трансферина. Трансферин это белок-переносчик, который из пункта А, то есть, из ферритина забирает ваше железо и доставляет его в пункт Б, то есть, ваши ткани, кожу, волосы, ногти, ваши внутренние органы, насыщая вашу кровь кислородом. Если трансферина мало, то даже при высоком уровне ферритина вы никаким образом железо себе не поднимете. Поэтому важно повышать не только уровень железа, но еще и уровень трансферина. А теперь, как повысить трансферин? Нужно посмотреть также по биохимии крови. Он должен быть выше 3. Если он менее 3, то значит белок-переносчик не работает. И трансферин очень сильно зависит от уровня общего белка в биохимии крови. Если общий белок ниже 75, к сожалению, трансферин повысить не получится. И также зависит от уровня глутатиона в вашем организме. Глутатион это очень важный антиоксидант, который подготавливает ваши клетки к приему кислорода и защищает их от повреждений. Кстати, походу лайки реально помогли от икоты. Спасибо. Итак, мы узнали, что ферритин это неактивная форма железа, которая просто его депонирует, то есть хранит. И от его уровня будет зависеть, сколько у вас железа будет в организме. Трансферин, белок-переносчик, который переносит железо из ферритина уже в активную форму к вашим клеточкам. И также глутатион, который влияет на уровень трансферина и его способность связывать железо. И в этом есть основная проблема. Люди и некоторые врачи не понимают, как работает биохимия нашего тела и не могут поднять железо годами, ища какую-то непонятную причину. Но на самом деле железо поднимается комплексно. Это и повышение кофакторов, таких как цинк, омега-3, магний, витамины группы В. Они должны быть в норме. И белок. Это и повышение трансферина, и нормализация вашего желчотока для того, чтобы желчи поступало полтора литра в кишечник. А также, когда выбираются неправильные формы железа, которые либо плохо переносятся, либо не помогают, потому что не активная форма, либо содержит малое количество железа. Например, я также проводил эксперимент с закупкой биодобавок в аптеках. 90% БАДов железа, которые вам продают в аптеке, бесполезны. Эта программа провальная покупка. В их основе много полезных витаминов и микроэлементов. Они могут изменить ваше состояние и здоровье. Так ли это на самом деле, сегодня мы узнаем. Но сегодня я отправил в аптеку учениц своего курса стоп-дефицит, выдав им по 5000 рублей, разделив на две группы. Девушки из первой группы на основе знаний с курса выбирали препараты сами. Им хватило по 3000 рублей, чтобы купить эффективные таблетки препараты для восстановления дефицита железа. Я выбрала сама Сорбифер Дурлес. Я купила Сорбифер Дурлес. Отличный препарат двухвалентного железа. А вот остальные понадеялись на помощь провизора. Сказали, что волосы лезут, ногти ломаются и кожа сухая. И вернули с мультикомплексами и бесполезным железом. Это что-то такое для красоты. Мне посоветовали несколько препаратов железа. Я выбрала вот это. Мне в аптеке фармацевта советовала вот этот вот препарат Салгар. Это провальная покупка, потому что здесь 25 миллиграммов железа. Какие выводы? Человек без базовых знаний не может самостоятельно выбрать препарат, который ему поможет. Врачи пожимают плечами, когда ферритин в анализах 10. Мол, не падайте в обморок и нормально. А фармацевты советуют поливитаминные комплексы, от которых толка тупо ноль. И я был шокирован. 10 девушек пошли закупать таблетки в аптеке железа. Им посоветовали. Они мне их принесли. И все эти препараты были неэффективны, потому что содержали либо неактивную и неэффективную форму железа, либо содержали слишком маленькую концентрацию железа, которой невозможно поднять железо и ферритин до оптимального уровня. Но как же в этом разобраться? Я написал подробный пост в своем телеграм-канале доктора Бакумов. Как повысить свое железо раз и навсегда благодаря комплексу всего лишь за месяц? Обязательно прочтите этот пост по ссылке в телеграм-канале под этим видео. И сохраните его, и перешлите знакомым. Я слышал, что из-за неправильного питания может быть железодефицит, и надо есть печень. На самом деле, питание – это миф. Потому что есть гемовое и негемовое железо. Вот негемовое – это растительная пища. И вот все железо там будет всасываться лишь на 3% из содержания. То есть, в чечевице, например, большое количество железа, но всего всосется 3%. А есть гемовое железо в животных продуктах, таких как мясо, печень. И из них всосется максимально 10%. Поэтому продуктами питания повысить железо нереально. Да, вы повысите уровень белка. Да, вы будете удерживать свое железо, если оно не расходуется, если нет воспалительных процессов в кишечнике, в желудке. Но если они есть, и у вас увеличенный перерасход вследствие беременности или того самого фактора, о котором я расскажу в конце видео, то вы железо питанием никогда не повысите. Косвенно, конечно же, может влиять состояние ЖКТ на уровень вашего железа. Почему это происходит? Есть такая бактерия Helicobacter pylori, которая живет в вашем желудке. И она бывает у 30% людей в мире. Люди часто о ней даже не знают. А кислотность на фоне Helicobacter изменяется. То есть повышается уже фермент пепсин, работает неправильно, белок не расщепляется, железо меньше усваивается. А также Helicobacter приводит к воспалительным заболеваниям желудка и кишечника. Из-за этого может быть повышенная кровопотеря и нарушение всасывания. Поэтому я рекомендую сдать дыхательный урязный тест и определить, есть у вас Helicobacter или нет. Если он есть, его нужно гарантированно лечить. Таким образом вы снизите количество язв и эрозий в будущем и избавить себя от рака желудка. И еще один неочевидный факт, который снижает уровень железа, особенно у людей, которые пытаются его поднять препаратами, это некоторые виды таблеток. Такие как НПВС, нестероидные противовоспалительные препараты, и препараты, которые богаты кальцием, потому что прием кальция замедляет всасывание железа, в том числе и из пищи, и в том числе и из таблеток. И еще одна часто распространенная причина, это нарушение желчооттока вследствие сгущения желчи. Например, на фоне перегиба желчного пузыря и повышенного уровня плохого холестерина сгущается ваша желчь. В итоге желчный пузырь выдавливает уже не полтора литра желчи, а меньше в кишечник, и следовательно замедляется всасывание важнейших микроэлементов. Поэтому очень важно не просто прийти к нам в клинику и сдать перечень анализов из ЧК по сияния со скидкой 20%, чтобы мы вам подобрали правильные препараты для того, чтобы вы восстановили свое железо раз и навсегда, но еще и пройти УЗИ желудочно-кишечного тракта на экспертном УЗИ-аппарате, для того, чтобы мы определили, есть ли у вас нарушение желчооттока или нет. И вследствие диагностики мы вам подберем грамотное лечение. Самое важное, чтобы только квалифицированный доктор, работающий с дефицитами, мог правильно и верно расшифровать все ваши анализы и правильно посмотреть УЗИ. Ссылка на ЧК по сияния находится под этим видео. Вы можете записаться прямо сейчас. А если вы из другого города, также переходите по ссылке и посмотрите список анализов, которые важно сдавать каждой женщине раз в полгода. А далее вы можете обратиться за онлайн-консультацией к моему эндокринологу или терапевту, который расшифрует все анализы и назначит вам верное лечение. Ссылка на ЧК по сияния в клинике под этим видео. А теперь самое важное. Все те причины, которые я перечислил, они лишь косвенные. Но мы помним, что у мужчин низкого железа не бывает. Что есть у женщин, но нет у мужчин. Это, конечно же, менструальный цикл. Каждый месяц вы теряете ежедневно от 30 до 40 миллилитров крови. Некоторые женщины тратят по 10 прокладок за сутки. И эта кровопотеря ведет к потере от 20 до 30 миллиграмм железа в сутки. Вы только вдумайтесь, насколько это много. Из пищи 30 миллиграмм железа получить практически нереально. А в некоторых БАДах и того 20-30 миллиграмм железа, которые даже не закрывают суточную потерю во время менструации у женщин. И поэтому женщины находятся в железодефиците. Дорогие девушки и женщины, очень важно принять тот факт, что менструации с вами будут в течение всей вашей жизни. И объяснить своим детям, что в 14 лет девочка должна начать принимать препарат железа в правильной форме и в правильной дозе на протяжении всего менструального цикла. 3-5 дней. И так пожизненно. Таким образом вы будете профилактировать дефицит железа, и его у вас не будет. Но если вы уже находитесь в железодефиците, то тут нужно сначала восстановить железо. Некоторым нужны капельницы, некоторым нужны правильные препараты. И далее уже пожизненно профилактировать железодефицит. Я думаю, всем было полезно это видео. Обязательно поставьте лайк и уведомления о новых роликах, которые выходят регулярно на моем канале.